и всем доброго дня друзья приехал на двухдневную экспедицию какими путями я сейчас пробирался это вообще не описать доехал до последней точки которые ближайшие в лесу и это оказалось охотничья засидка вон у них этот стоит вот постоянно с охотниками нам везет постоянно спрашивают кто чего откуда браконьеры не браконьеры прогонит отсюда не прогонит но вроде бы сюда свежие следы есть здесь тоже свежие следы есть но даже не знаю даже не знаю я сейчас ну под стекло записку положу мало я не охотник с туристической не целью в лес вот может быть и не трогать не будут а то увидит машину на засидке и скажут а чего ты тут мол делаешь так и все-таки ее надо будет отсюда убрать чтобы она здесь не мешалась вот здесь вот наверное вот в маленький закуточек поставить да вот до точки который я отметил по прямой у меня полтора километра но так лосиные мухи пошли и это уже не очень интересно но ладно у меня есть этот намордник сейчас пойду по первому отрожку которая ведет к более другому более большому отрожку а там на следующем отрожки уже на пгм отмечена дача вот на первую дачу я сейчас и хочу попасть время уже обед темнеет рано вот то есть за пять часов я должен туда-сюда вернуться в принципе полтора километра по прямой это недалеко если так то да в принципе должен успеть ладно сейчас перекусываю переодеваюсь и в бой лес достаточно грязный лосиных мух много вот я капюшон пока накинул вроде бы пока нормально опять видимо невидимо если завтра чуть пораньше приду надо будет целенаправленно чуть-чуть вот в лес зайти от машины буквально там 100 метров и набрать опять сейчас вот на истоки ручья вот и из него сейчас пойду к отрошку ручей только начинает сформироваться и первый сигнал вот такой вот нож обломок земля достаточно темненькая ручей от меня ну в 15 метрах вот здесь вот он вот только начинает берега сформировать значит все таки люди здесь были если не здесь то где-то относительно рядом сейчас на развилке отрожка одна подкова несколько два ножа несколько гвоздей на протяжении практически километра вот попадается то здесь то там поближе подальше но лес абсолютно перепаханный напрочь и перепахан очень грубо вот видите какие ямы после трактора остаются сейчас вот попался очередной подковный гвоздик я их уже встречал неоднократно здесь движение какое-то было но с какой стороны и в какую сторону даже предположить не могу потому что и с этой стороны ручей к из той стороны и подальше и и поближе фу уйди сейчас секундочку о задавил тварь вот как то так и сейчас иду по другому отрожку ну вот по вилке прошелся по одной вилке сейчас пойду и пойду по другой вилке и на второй вилке как раз на пгм это обозначена дача вот но чуть-чуть ошибся в расчетах я думал что здесь какой-то овражек но нет здесь просто ручеек и заболоченная такая плоскость хотя по высотам был виден овражек ну ладно смотрим что получится кто же его не угадает вот такие вот ручейки из центра леса вот глубиной полметра вот и через 30-40 метров заканчивается откуда берутся непонятно но идут они к отрожку а сам отрожек это заболоченная часть даже не овражек поэтому непонятно может быть здесь что-либо или нет в принципе да вот на таком ручейке недавно вот грозненскую поселушку нашли но вот на вот таком вот месте вот он идет вот 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 и пошел то есть там даже пока что сформированного ручейка нету захожу на территорию дачи и она меня встречает знаете чем никогда не угадаете сердечками я думаю чё такое тут звенит сердечки ну значит удела попрут сейчас нахожусь и в самом интересном мне оказалось месте этой дачи вот идет ручей но сейчас он виде болотца а вот здесь вот болотца идет плавное медленное возвышение еле заметное но она есть я сейчас дохожу до границ в одну сторону и на обратном пути иду по верхней границе по расстоянии на небольшая там плюс-минус 400 на 400 метров вот так вот есть вот вдоль брать если вот внизу пока ничего нет может быть повыше есть потому что болотца могло разливаться вот и могли забраться повыше вот будем смотреть и здесь и там верхний край чистый ровненький одна благодать ходить но ни одной железинки вот минут сорок уже здесь хожу вверх-вниз вверх-вниз от ручейка вот здесь вот еще один ручеек идет он как раз впадает в основной я думаю что вот на берегах там что то есть не ни одной железинки здесь не не нашел но лес опять же саженный возможно и также перепахали все куда-то унесло и следов даже нет возможно была какая-то маленькая что-то но вообще никак и нигде так время уже почти пять часов уже пора бежать к дому то через полтора часа уже будет темно так вот Сначала делаем ужин, а потом уже будем делать костер. Кстати, вот очень удобный походная газовая горелочка. Она небольшая, лёгкая и удобная. Газа ест немного. Во всей экспедиции она нас спасала. Скромный ужин скромного копыря. Немного дошика, овощи, курочка, яички, хлебушек, сладости. Сейчас вот термосок запарим. Что-то я вот смотрю на местность и понимаю, что костра сегодня не будет. Вот где я сейчас сижу, здесь повсюду у деревьев, метр сюда, метр сюда. Опасно. На охотничьем месте тоже можно по голове получить. Как правило у нас охотники и проверяющие органы приезжают, когда уже стемнело. Если увидят костер, лесники, наверное, спасибо не скажут. Ой, хорошо, как горячий чай-то. Тогда сейчас по светлому. Итоги сегодняшнего дня. Оврага так такового нет. Есть маленький ручеёк с болотом по краю. Вот вдоль этого ручейка шла какая-то дорога. То есть я нашёл подкову, несколько ножей и подковные гвозди. Далее. На даче не было вообще ничего. Всё перепахано, всё перебороблено. Вот. Один чёрненький сигнальчик я там нашёл. Похожий на гвоздик. Покрутился, покрутился и всё. Ни сигнальчика, ни кирпичинки, ничего не нашёл. Вот. Сейчас заряжаю телефон, заряжаю прибор. Вот. И буду смотреть ещё раз, куда пойти завтра. Есть маршрут по основной реке. Ну, то есть вот эти два ручейка, они впадают в один, и там уже через, наверное, километров через десять, там уже практически полноценная река. На которой деревни стоят. Вот. На этом маршруте есть ещё одна дача. Но она очень большая. И за один раз, ну, её не обойти. Вот. Относительно недалеко, на отрожке с другой стороны... А, показалось. Вот. На Менде есть какая-то деревушка обозначена. Сейчас там лес. Вот. Сейчас повнимательнее посмотрю, лес там или вырубка, или что там находится. Вот. Она относительно недалеко находится. Наверное, дойду до неё, потом по ручью вниз и к основной речке. Завтра, наверное, сделаем вот так. И в принципе, в принципе, уже буду готовиться ко сну. Сейчас собираю стол. Потому что если сюда кабана приманивают, он сюда может и прийти. То есть лишнего здесь оставлять ничего не надо. Но зверья туча. Зверья очень много. В ручье следов, там где помягче, следы и кабани, и лосины, и кого тут только нету. Вот. Но благо медведей нет. Вот такие вот результаты на сегодня. Ну вот уже почти стемнело. Пришли охотники. Сказали, мы сейчас будем здесь стрелять. Езжай отсюда. А куда вот езжать? Подъездов к лесу больше-то особо-то и нету. Сейчас выйду на дорогу и буду смотреть. Как, чего, куда. Может быть, сейчас выберу другой какой-нибудь овражек маршрут на завтра. Ой, эти охотники. Ладно, держу в курсе. Отлично. Дясще. Подпишись. Так, ну вроде бы приехали. Расклад такой. Доехал до большой деревни, вот где был интернет. Начал опять изучать карты. Неподалеку нашел еще одно местечко. Вот, подождал пока оффлайн карты загрузятся. Вот, приехал на место. Предположительно туда. А утром потом сюрприз будет. Как же хорошо, что есть большая лампочка на крыше. Без нее вообще никак. Вот, сейчас ночую. А здесь уже предположительно метров через 200 начинается уже речка, по которой завтра мне предстоит идти. Что за речка, понятия не имею. Посмотрел по Менды. Это одна большая дача. Прям вот гигантская. Ну, как-то так вот. Ладно, сейчас раскладываюсь для сна. Длинная Нива все-таки рулит. Все, что не боится влаги и тумана. Инструмент, который взял на всякий случай лопата, что-то такое, ушло вверх на багажник. Рюкзаки, документы, вещи на передние сидения. Вот. И здесь у меня полностью все чисто и свободно. Вот здесь только вот спальный мешок, подушка, шапка. Вот. Но, в принципе, пока что еще тепло. Вот я в футболке и сижу, и абсолютно комфортно. Вот так вот. И сейчас тогда по чайку и уже баиньки. И тогда мы с вами увидимся уже утром.